Проверки в округе подлежат все котельные без исключения, вне зависимости от форм собственности. Например, это отапливает целый жилой комплекс, два десятка многоквартирных домов в ЖК «Императорские мытищи». Она работает 6 лет без замечаний. Запас мощности у нее достаточен, чтобы увеличить подачу горячей воды и пара в полтора раза. За эти годы отлажен четкий механизм работы. Генеральный директор компании Андрей Беткер говорит, что проблемы в котельной, если и возникают, то из-за внешних причин. Чаще всего из-за перебоев с электричеством. К этому надо быть всегда готовым. Вместе с тем, многое зависит и от компетентности самого персонала. Ведь из разных мест приходят похожие сообщения. Представляете, вот масштаб бедствия от, скажем так, неправильных действий, некомпетентности определенных лиц. И они не сумели среагировать. А те, кто начал реагировать, они среагировали неправильно. Пошло-поехало. Современная котельная полностью автоматизирована. Но и от дежурного персонала зависит многое. Если в сильные морозы произошел сбой и отключение подачи тепла в жилые кварталы, главное через нормативное время устранить причину и возобновить подачу тепла. Здесь говорят, что на это потребуется не более часа. Понимаем, что даже два часа для такого объекта с таким объемом это вполне нормально. То есть жители даже не почувствуют изменения режима работы котельной. А наши коллеги успеют за это время решить все свои технические вопросы. Да, все должно быть продумано заранее. И подача резервного топлива, и переключение на резервные котлы, и оперативный вызов аварийных бригад. А главное – это обученность персонала на всех участках работ. В городском округе в реестре котельных числятся 63 объекта разной мощности, технической оснащенности и разных форм собственности. Это огромное хозяйство, и оценить его готовность к нештатным ситуациям не так-то просто. Минимальное количество жалоб здесь на отопление, на горячее водоснабжение. Соответственно, это и является оценкой. Да, только такой должна быть оценка самих жителей при самом строгом профессиональном контроле на всех участках работы. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский.